добрый вечер дорогие друзья приветствую вас на вебинаре давайте начнем покажите мне как вы меня слышите алло алло мне слышно вообще или нет алло алло тут я не вижу что добрый вечер а слышно почему-то мне не показывают здесь индикатор я тут заболновался спасибо спасибо за меня это хорошо и даже видно значит давайте сегодня определимся я не случайно оставил здесь на доставке тему сегодняшнего вебинара она может быть не совсем как бы традиционно мы давно уже традиция оторвались или отошли если помните мы начинали как вебинар который занимается адресными проектами или говорит об адресных проектах и потихонечку потихонечку как-то вот сползаем или переходим на различные другие вопросы очень часто касаемся различных правовых аспектов вообще структурных какие связи что как финансовых вопросов вот это не случайно дело в том что адресные проекты они требуют вот если человек начинает заниматься адресным проектом они требуют достаточно но основательного понимания многих вопросов пока мы не готовы пока мы не готовы обратить внимание и как бы фокус сместить на то чтобы обучать людей адресным проектом тут есть свой ряд причин в первую очередь это то что когда мы этим самым будем смещать фокус с самого главного адресного проекта экотехнопарка другое то что самое существенное сейчас это обеспечение финансирования именно экотехнопарка и этого проекта от него зависит вообще будущей технологии это мы неоднократно с вами повторяли это говорится и мы говорим об этом на конференциях на семинарах и мы это понимаем что самое главное еще существенно отметить и то что тем не менее мы с вами движемся и как бы набираем определенные компетенции понемножку определенные знания естественно совершенствует себя понимание скалей просто мы развиваемся и этим самым все равно косвенно если не совсем прямо готовимся к адресным проектам и практика я стараюсь вам привносить сюда некую информацию о том как идут еще другие адресные проекты их уже больше десяти не про не спрашивайте меня перечислили пожалуйста все адресные проекты да первый адресный проект это как технопарк могу сказать по секрету на второй адресный проект это строительство трассы транспортные трассы в австралии вы даже детали уже больше знаете если кто следит за информацией есть еще целый ряд адресных проектов это каждое строительство например юнибуса юнибайк это тоже адресный проект потому что они требуют абсолютно целый ряд целого ряда решений финансового обеспечения и так далее я буквально два слова становлюсь на том о чем у на прошлой неделе даже позапрошлой неделе вопрос о том что кто там сколько денег собирает на инвестиционный инвестиционный как бы пакет инвестиций в экопернопарк различные есть площадки или инвестиционные площадки и какие-то там компании и так далее я там целевые проекты чат и ответил или вернее прокомментировал это да каждый имеет право иметь свою свою информацию и нам сегодня не существенно кто я не хочу даже эту тему трогать кто больше приносит или кто меньше приносит как сказать кто больше принес кто-то внес 25 долларов и отнял это это у него половина дневного дневной скажем порции питания и кто там 100 тысяч это у него вообще никакие деньги казалось бы вроде бы суммы разные но важно то что каждый внес и тот и другой для каждого очень важно то как он и в какой среде он живет поэтому но вот такая вот небольшая философия для размышления теперь мы собрали с вами не столько для философского сколько для получения информации для каких-то пониманий и так далее поэтому что я хочу сегодня сказать для информации я просто повторю что было существенно вот ближайшие дни было существенно если кто не знает обратитесь к каналам информационному каналу капитала головную компанию можете зайти это то что прошел мощная конференция достаточно мощно если не сказать хорошая конференция прошла братья славе где подписан ряд соглашений это тоже уже определенные хорошие шаги это сигнал и индикация для рынков инвестиционных рынков тех стран рядом австрийцы зашевелились рядом немцы стали чесать затылок а чё и как но у них по крайней мере есть карт-бланш у них будет берлине начале сентября извиняюсь в конце сентября будет большая всемирная выставка и на транс 2016 и там будет конференция к этому сейчас мы готовимся поэтому важно то что прошла братья славе конференция дальше важно то на мой взгляд что москве москва это практически десятки каких-то других регионов сосредоточены по количеству населения в москве это очень мощный сонный регион начали проходить стать достаточно стабильно вернее с последовательностью проходить семинары и семинары презентации и это очень важно одно дело когда мы слышим и видим по каким-то определенным обстоятельствам можно пообщаться через вебинар через интернет и совсем другое когда на месте можно позадавать вопросы поэтому очень важно еще и то что например я хочу такой предложить как бы понимание что зачем вообще сюда приходим мы приходим кроме всего прочего для того чтобы получить и как бы получая информацию усиливаем свою иммунную систему как я повторяю буду повторять иммунную систему по отношению к надежности пониманию и по отношению к самому всему проекту скорее потому что очень много отвлекающих и сбивающих с пути факторов не скажем они появляются постоянно это и соседи могут быть это могут быть родственники это могут быть хорошие товарищи которые говорят кто-то крутит улеска кто-то говорит еще что-то не знаю я только на этой неделе столкнулся с тремя такими очень мощными как бы информационными выпадами в сторону скайвей один из них мне достаточно хорошая знакомая говорит владимир вот у меня там такой вот такой вот мой начальник там и так далее я ему стал рассказывать брось по миру порой он китайцы уже там на магнитных подушках ездит по дворцу и чуть ли не все весь китай сетью покрывают но принципе вроде бы эта информация я говорю а он точно знаю что это так ну вот информация проскочила человек не знает и начинает с этой позиции как бы нападать на то что ты ему подаешь и поэтому никогда не надо спорить во первых это отток информации это отток энергии в первую очередь надо сказать то что да я не знаю что там с этими самыми с магнитными подушками но у меня есть информация четко достоверная информация научная информация что на магнитной подушке это очень дорогостоящий и ненадежный вид транспорта он введен для того и вводился для того что ничего другого умеет не придумали это во первых во вторых если сегодня обратиться к тому сказал казалось бы самая надежная вещь как передается сегодня электроэнергия да по линиям электропередач это различные там есть до значит пятьсот тысяч там семьсот тысяч там и так далее киловатт киловольт линий мощные большие энергии страшные мощности а если мы посмотрим это все медные и какие-то другие материалы магнитала использованы то есть очень мощно задействовано использование ресурсов а это сегодня уже известно что это не самый лучший способ передачи энергии существуют другие технологии но к ним пока никто не перешел потому что это кому-то не выгодно то же самое касается и транспортных средств на которых мы двигаемся поэтому любое другое о чем говорят пускай говорят самое главное передать самые четкие правильные аргументы чем хорош скорее не лучше а чем он хорош он сам по себе уже хорош и все и от этого мы можем идти дальше и они будут повторять чем он хорош каждый пускай разберется сам поэтому это тоже очень важно а информация как я сказал что это уже это иммунитет для укрепления иммунитета но чтобы иммунитет был стабильный нужны и у тела человека нужны прививки что у нас является прививкой в любом проекте прививкой является правда правда прозрачность это есть прививка то есть как только мы получаем правильную достоверную информацию правду нам говорят мы сами говорим правду это значит мы сами получаем прививки мы прививаем себя от каких-то возможных болезней информационных там нападений и так далее так далее то есть это такая маленькая значит маленькое отступление теперь перейдем к тому что каков мой вклад или твой вклад слушатель дорогой или дорогая кто вы там есть в строительство дома скайвей кому это нужно и ради чего казалось бы зачем мы тут собрались с вами у вас есть что делать у меня уже нету чего делать я делаю то что считаю своим как бы уже предназначение в какой-то степени поэтому вернемся или вернее перейдем до мускайвей и посмотрим еще раз пройдемся по нему и а чтобы вам не было скучно или интересней я хочу сказать следующее что мы еще сегодня с вами остановимся на вопросах на самых насущных вопросов которые люди задают я их пособирал отовсюду и мы по ним пройдемте по пакетам детский пакет по вообще по акции вообще по наследованию и так далее у людей сейчас много вопросов и если у вас у кого-то есть получите ответ если нет по по крайней мере будете знать как это можно или нужно трактовать или так можно было бы трактовать то есть я не даю рекомендации я просто даю информацию по этому поводу а таким образом дом скайвей это образное представление о том из чего из каких элементов или на чем вообще стоит этот проект проект технологии скайвей если на него посмотреть со стороны мы не вдаемся транспорт новую транспортную технологию пока это транспорт нового поколения эта технология это то что анатолий эдуардович и он сам плюс его соратники сейчас кб разрабатывали и разрабатывают и будут разрабатывать в будущем это ведро это сердце этого дома это самое главное помещение но она невозможна его нельзя вырвать и все остальное опустошить это будет когда так называемый искусственный искусственно созданный дом то есть не будет 7 нибудь идея просто семьи внедрение и производство и внедрение производства этой технологии вот через что начинает входить жизнь энергии начинает протекать это очень важно дальше это технопарк это один из главных элементов это это технопарк этой не адресный проект 1 язык а адресный проектов через сертификацию элементов начинают жить эта технология она обрекает с одной стороны средства, с другой стороны, она пробивает себе дорогу в жизнь, восприятие. Потому что все, практически 99, скажем, процентов из всех вопросов и каких-то ответов, которые я столкнулся, всегда упираются в то, идет ли, то есть сертифицирована ли технология, имеет ли она какие-то уже разрешительные документы для применения. Пока нет. Но это все готовится, эта работа идет. Дальше. Пакет инвестиций, объект инвестиций. Да, весь этот процесс и развитие, и совершенствование. И понимаете, это же не такое, что статистически, это динамический процесс. Технологию придумали, придумали главную идею, она постоянно обрастает новыми решениями, новым дизайном, новыми какими-то инновациями и так далее. Но для этого нужны инвестиции. И вот мы радеем как раз ради этого. И ради, естественно, собственных интересов. Поэтому, если мы посмотрим, то кому это нужно? Казалось бы, это нужно проекту. Ради чего это нужно? В первую очередь ради себя. Потому что в первую очередь я, ты, он, она. Кто мы в этом проекте? Мы становимся, включаемся в этот проект. У нас есть свои и корыстные, и духовные цели, и свои абсолютно необходимые насущные цели. Пополнение своей информации, развитие, образование и так далее. Мы вкладываемся, инвестируем, мы выстраиваем свою стратегию, о которой мы уже говорили. Какие-то стратегии инвестирования, а не накопления. И через это благополучие, идем с вам, благополучие себя, процветание своей семьи, своих детей. В общем, одним словом, слава чага. И таким образом дом начинает жить. Но что очень важно, это сотрудничество, кооперации и взаимоотношения. Без этого невозможно движение энергии здесь. Это все равно на каком уровне? На уровне инвестор-компания, на уровне инвестор-проект, на уровне я и еще кто-то, на уровне я и мой собеседник, которому передали информацию по этому проекту. Это есть сотрудничество, кооперации и взаимоотношения. Но я здесь хочу вас предупредить об одной вещи. Если кто слышал, то услышите повторение. Кто не слышал, задумайтесь над этим, и мы еще когда-то к этому вернемся в ближайшее время. Дело в том, что, к сожалению, мы подходим к тому, что нас окружает, и вообще живем постоянно, или прошлом, или будущем. Согласитесь со мной. С кем не начинаешь беседовать, да и сам скатываешься на то, а вот было так, а вот было то, а этот сказал то. Или я поеду туда-то, вот у нас будет то-то, еще что-то. А когда спросят, слушай, а что ты сейчас делаешь? Ой, слушай, вот человек не всегда вспоминает. То есть мы забываем, что мы живем здесь и сейчас. То, что было, оно все то, здесь и сейчас, что уже прошло, и оно кануло. Все, это наш опыт, это наши какие-то накопленные что-то, да. То, что будет, это еще не пришло. Самое главное, это то, где мы есть сейчас. И это касается и проекта. Если применить проект, то это то, что быть здесь и сейчас. Кто-то более продвинутый скажет, что быть здесь и везде. Но это более продвинутый. Главное быть здесь и сейчас. Поэтому это значит, чтобы быть в проекте, быть с ним, понимать, как, что дальше делать и быть в том смысле для развития. Финансовая поддержка, солидарность. Да, проект мы поддерживаем. Тем самым мы опять-таки поддерживаем и создаем благополучие поддержки самой и себя. Благоприятная, благоугодная деятельность. То есть это экология решает этот транспорт, решает он. Мы проходим обучение, мы обучаемся. Социальную стабильность создаем и себе, и, соответственно, в обществе. Через то, что мы делаем проект, много рабочих мест будет, много будет использовано ресурсов при строительстве во всем мире. И тем самым будет развитие. И дальше день духовной готовности, зрелости. Об этом мы говорили. И самое главное в фундаменте это человек, деньги, информация и организация. Но это все решается через команду. Чему я это говорю? Я говорю к тому, что один инвестор это хорошо. Это знаете, как прутие. Один прутик это прутик, его можно переломить. Когда они собраны в венник, то его не так просто переломить. Поэтому команда это есть очень четкое, сплоченное сообщество людей, которые значительно больше могут сделать. Мне сейчас приходится много достаточно ездить, помогать людям собрать лидерские команды в регионах. Это и Германия, это и Финляндия, это и Швеция, это и по Эстонии мы ездим. У нас принято решение в нашей лидерской группе эстонской. И везде встает вопрос о создании команды. Я могу сказать по секрету, что сейчас ведутся работы по созданию очень дееспособного интернет-пакета поддержки, работы команд, инвестиционных команд, работы структуры. Именно что-то в греха стоит, MLM, это мультимаркетинг, это многоуровневого маркетинга. И это поможет очень сильно нам и с материалами, и с инструментами, и обеспечить дупликацию. То есть повторение определенных вещей, не придумывая, не выдумывая, не привирая где-то, не завирая. То есть, ну, в хорошем смысле этого слова, то есть не лукавя и не уводя информацию по незнанию куда-то в сторону. То есть повторяться и обеспечивать этим самым процесс развития. Таким образом, дорогие друзья, это нам все известно. Как у нас действуют? Есть вопросы, и давайте придем сейчас к вопросам. Потому что смотрите, какие вопросы? Очень важно, я считаю, что... Вот задают люди вопрос, что процедура оформления инвесторам пакета подарка на детей, не достигших совершеннолетия. Как это сделать? Очень просто. В кабинете есть процедура. Вот. Я сегодня не буду вдаваться в подробности, значит, оформления пакета. Дальше вопросы есть, и они как-то в какой-то степени раскроют, ответ на них раскроют сущность этого пакета. Самое главное то, что есть возможность, появилась эта возможность, и она очень благоприятная, что можно на детей как бы подарочно, по-разному тут можно трактовать это дело, через инвестицию, через инвестицию подарить так называемый обретенный, приобретенный пакет в конечном итоге, да, на ребенка. Тут есть вопросы, и люди задают вопросы. Так-так, вот Маслов там говорит, мы уже говорим достаточно долго о том, что у нас меняется схема. Мы же ведь не покупаем, мы не продаем, то есть мы не покупаем акции, мы их приобретаем в процессе сделки, в процессе сделки инвестиций. Это отдельная тема, об этом мы еще будем говорить. Об этом говорилось, и я говорил вот здесь, везде, да, что мы становимся акционерами. Но если кто-то, а прозорливые люди посмотрели в кабинете и говорят, что это не так, значит, не совсем у нас еще, да, есть целый ряд моментов, которые мы приводим в порядок, и будет четко объявлено, в какой момент мы перейдем к этой новой схеме. Она дает все те права и возможности, о которых уже говорилось, и будет еще сказано. Потому что появились еще очень интересные аспекты, которые сейчас программисты должны укработать, чтобы это было адекватно отображено в кабинете. И кроме того, я повторюсь, я надеюсь, что на этой неделе закончится подготовка вообще нового кабинета, и мы будем с вами в более комфортной среде работать. Те, кто работает, кто не работает, те будут просто приходить в кабинет, получать там информацию, время от времени смотреть, что там происходит и так далее. А кто активнее работает, те получат более комфортную среду работы. Поэтому, каковы права детей? Видите, это продление этого вопроса, процедурное оформление инвесторам пакетов. Там в кабинете все ясно, как это делается, но там не совсем ясно, как это выходит. Потому что нет сегодня еще, скажем, достаточно много уже стали инвестировать. Это хорошая возможность, как бы, подарить ребенку, если ему сегодня один день, один месяц, один год, и в 18 лет он станет владельцем, вернее, он станет сегодня владельцем, в 18 лет он получит право распоряжаться этими акциями. Тут в связи с этим возникает, а каковы права детей, каковы у родителей? Дело в том, что если я, например, не родитель и не являюсь опекуном этого ребенка, то я являюсь просто дарителем. Я дарю. Я дядя, дедушка, бабушка, неважно кто. Кстати, дедушка, бабушка тоже. Это дарители. Все, кроме папы, мамы, или опекуна, или детского дома, остальные все являются дарителями. И права у детей есть, но они появляются права. У них так называемого являться опосредованными собственниками. Не будем даваться в подробности. Принадлежит как бы этот пакет им, но распоряжается родитель или опекун до достижения совершеннолетия. А дальше уже получают это право распоряжаться сам тот, кому вы подарили. Но что здесь важно? Важна не юридическая процедура. Важно то, что в будущем у этого ребенка, будучи уже взрослым, есть пакет поддержки. Пакет, вдруг ему надо будет жениться, выйти замуж, я не знаю, что еще, пойти учиться или продолжить учебу, или переехать, отъехать от родителей куда-то подальше и создать уже свою семью и так далее, и так далее. Или просто существовать самому и таким образом осуществлять дальше свою деятельность. И в зависимости от этого, куда она ускочила, у меня тут вопросов. Вот. И, а, тут есть дребезжание, эхо. Так, сейчас уберем. Как сейчас, слышно? Елена. А то я тут разговорился, а звука под фамилией меньше стало получше. А, да, да, вы тоже немножко там звук у себя уменьшите. Я тут слишком разорался, пардон, спасибо. Вот. И каковы права у детей, каковы у родителей? Родители имеют право распоряжаться. Но дело-то в том, что что такое распоряжаться? Так и так, родители, а не родители, ребенок, а не родители, я сегодня, кто я владею акциям, я могу только на них смотреть до того момента, пока появится рынок. До того момента, пока появятся дивиденды. Дальше ничего. Это как, знаете, как фотография. Вот. Но я знаю, что я создал это. Вот. Поэтому права у детей появляются с 18 лет. Полное право распоряжаться этими акциями. А у родителей управлять и в зависимости от того, как это будет все оформлено. Кто получает дивиденды, если ребенок несовершеннолетний? Получает дивиденды, будет получать опекун. Вот. На имя ребенка до его совершеннолетия. Это мое мнение. Юристы однозначно на это не отвечают. Они начинают задавать вопросы. А кому принадлежат акции? А где они находятся? И так далее. Это, значит, надо будет соответствующие нотариальные сделать распоряжения. И все будет работать так, как предусмотрено положением по выплате дивидендов. Потому что в данном случае представителем ребенка является опекун, родитель, тот, кто внесен в соответствующий документ. И это будет внесено все в регистр еще, кроме того, дополнительный. Продажа пакета подаренному ребенку. Продажа пакета подаренного ребенку. А, значит, вы знаете, пакеты не продаются. У нас, если посмотреть устав, то отсутствует возможность продать пакет до того момента, пока акции не на бирже. Дальше, когда они будут на бирже, пожалуйста, они будут уже, скажем, этот пакет взрослый тоже сможет с ним распоряжаться. Но продажа этого пакета, это что такое пакет? Пакет это от акции такой-то до акции такой-то. И поэтому подарочный пакет, он, в принципе, целевой. И в соответствии с этим и надо будет поступать. Так, подаренного ребенку, ведь я подарил сегодня пакет, завтра продал, что ли? Родители не могут его продать. И если даже я сегодня себе, ну, как бы, инвестировал и получил, и стал собственником пакета, я его тоже продать не могу. Так что этот вопрос возникнет тогда, когда будет уже, или нет, это становится актуальным тогда, когда появляется возможность покупать купли-продажи, отчуждение акций, владельцами которых мы становимся. Поэтому этот вопрос, в общем, скажем, он будет решаться в соответствии с существующим порядком. Любой пакет можно оформить на другого члена семьи. Как это сделать правильно? Вы знаете, это вопрос из серии, что, вот, если кто-нибудь помнит, что, вот, квартира была оформлена на бабушку, или квартира была оформлена, что такое оформлено? Кто является владельцем? Любой пакет можно оформить на другого человека. Да, но оформить это процедура, а процедура техническая, а юридическая процедура это, кто подписывает договор на обретение или на вступление в право владения этим пакетом или этими акциями. Вот, акции первой, да, акции, там, сотой или тысячной или миллионной. Кто? Ну, вот, и оттуда начинается, как это сделать правильно. А как это сделать правильно? Так и надо сделать правильно, как написано или как предусматривает эта процедура в личном кабинете. Да, сегодня позволительно, если, например, я хочу своей бабушке или своей жене подарить, вернее, хочу оформить, вот, любой пакет можно оформить. Она говорит, я не знаю, как оформлять. Мы идем вместе, другой член семьи, она, или она мой самый близкий член семьи, да, мы идем и начинаем оформлять в ее кабинете на ее имя эти акции. И это делается правильно, так как процедура позволяет. Там ничего неправильно не сделаешь. И что тут правильно? Правильно становится то, что в конечном итоге на сертификации написано, что, значит, владельцем является тот и тот. А вся процедура, проблема, правильно, она должна проверифицироваться, показать там, что она существует, что она не какой-то там неискусственный робот или еще что-то, что она проживает где-то, то есть, ну, вернее, самое главное, что есть место, так называемое, условно говоря, в общем мире, место приписки, это, скажем, анахронизм, который пришел к нам из прошлого. Во многих местах или в большинстве мест сейчас нет приписки. Поэтому место проживания, это другое дело, это как бы отталкиваться для того, чтобы знать, а куда информацию поставлять человеку. Если нужно будет обратный какой-то ход информации, какие-то взаимоотношения, какие-то, ну, я не знаю, там, в общем, юридические документы присылать, заявки какие-то, запросы и так далее. Что все может быть в мире? Вы же представляете, что может произойти, если рухнет вся финансовая система. Сегодня я вас так, на всякий случай, попугиваю время от времени. Это же будет масса, у людей шок будет, половина перестреляется в мире людей, не дай бог, конечно, я просто так, вам ужастики сейчас еще не совсем ночью, те, кто в Европе нас слушает, но ведь появится масса различных процедур. Пока все хорошо, пока все более-менее стабильно, стабильно относительно. Появляется очень много вопросов и появляется необходимость общаться с людьми. Для этого это все и нужно. Да, есть имя, да, но есть вещи, которые надо пересылать, передавать и так далее. И поэтому нужен адрес. И верификация необходима. Когда возможно переоформление любого сертификата на другого человека? Тогда, когда начнется, откроется рынок, сертификат, он еще не является... Что такое сертификат? Да вы и сегодня можете его переписать на кого вы хотите. Это же не значит, что акции перейдут кому-то. Я условно говорю, что сертификат это документ, который является справкой, условно говоря. Понимаете? Он является в отношении, в юридическом отношении справкой о том, что Иванов, Петров, Маслов тот же самый, да? Что он является, или, скажем так, ему принадлежат столько-то акций. Все остальное, сертификат, который приходит из регистра, он является официальным документом, регистром. И переоформлять его только лишь тогда переоформят, когда перевернен, изменится. Он станет другим, когда акции будут принадлежать другому. То есть здесь не сертификат первичный, а первичная принадлежность акций. Поймите меня правильно. Поэтому принадлежность акций зависит от того, и юридически от того, когда появится возможность покупать купли-продажи акций. Все, отчуждение акций, которые инвестиционным путем, владельцами которых мы становимся сегодня. Это значит, когда открывается биржа, официальная биржа, и, пожалуйста, там уже, кому я продал, может быть, владельцем акций станет сама биржа. Биржа тоже скупает акции. Маслов продал, и биржа пока... То есть эти акции не принадлежат никому, принадлежат биржи. И дальше она продает кому хочет. И тот, кто получает, покупает эти акции тогда, тогда он и получает сертификат, на котором написано, если ему нужен сертификат. Но там действует уже на электронных биржах, или, вернее, на биржах действуют другие там правила. Там существует так называемая, практически во всем мире электронная среда, депозитории акций, где все эти вещи фиксируются. Все взаимоотношения по отношению движения, переход акций, владения акций, все там фиксируются. Поэтому, повторяю, примарно это то, когда откроется возможность отчуждения продажи акций. Это очень важно. Я начал говорить, но не договорил, что некоторое время назад, что фактически, если мы посмотрим, а это полезно, посмотрим устав Евразин, Рейлс, Кавиа, Системс, Холгин, то есть компаний, чьи акции мы приобретаем, там очень... А, кстати, этих договоров есть, и там по-русски написано, что права отчуждения до момента открытия биржи у нас нет. Оно принадлежит преобладающему акционеру. Это для того, чтобы защитить весь этот процесс отчуждения от возможных махинаций с акциями, от возможных сложностей, которые могли бы возникнуть. Биржа, как говорится, все рассудит. То есть, на бирже все начнет осуществляться в соответствии с законом. Поэтому, когда возможно переоформление, я надеюсь, что на этот вопрос ответил. Владимир, я могу наследовать акции на детей, не членов Skyway общества? Конечно, можете. Они не члены. Вы можете пойти, если вы хотите наследство написать. Это кто? Геннадий, да? Если вы хотите наследство, вы там и пишите, что приближащие мне по сертификату, и поэтому какие-то, какие-то акции, номер какой-то, номер какой-то. Значит, там описываете условия какие-то, там нотариус скажет как. Так, по наследству я передаю там внучке или сыну Владимиру, или дочери Елене, например. Причем, вы можете, если у вас там акции, там различные акции, то есть номер какой-то, по номеру такой, поэтому там можете хоть по одной акции всем раздать. Всем сестрам по сергам и еще кому-то чего-то. Поэтому это все возможно. Skyway, оба старше 30 лет. Конечно, абсолютно может. Не важно, год им или 31 год. Это сейчас, друзья, совершенно не важно. Это все возможно сделать. Я прибрала пакет акций в 2014 году, на внучку, ей было 4 года. А вы оформили на внучку? Как я понимаю, дивиденды будут храниться в компании до 18 лет? Нет, не будут храниться в компании. Зиновида, вы где? И где вы приобретали акции? То есть в 2014 году, да, скорее всего в Skyway, как я понимаю, да? Ой, извиняюсь, в Swigin. Поэтому тут очень-очень все непросто. Я прибрала пакет акций в 2014 году, на внучку, ей было 4 года. Как я понимаю, дивиденды будут храниться в компании. До 18 лет родители не смогут ими воспользоваться. Правильно? Нет, неправильно. Понимаете? Дело в том, что дивиденды будут удаваться, но вы имеете право распорядиться. Вот дивиденды, право получения дивидендов принадлежит владельцу акций. Если вы владелец акций, неважно, на кого вы их переписали, до свершения момента смены владельца, если это был Иванов, написал там на своих детей, вдруг ушел он в мир иной, или вдруг, значит, что-то еще, да, то только с момента получения ими права пользоваться или стать владельцем. А это уже сделка, это вот так называемое уже оформление наследования и так далее. Поэтому правильно ли я понимаю? Нет, неправильно. Дивиденды будет получать, ну, тот, кто владеет. До того момента, пока они вам принадлежат, вы и будете получать. Если же вы на внучку написали, то я хочу, я удивляюсь, как вы смогли в 2014 году на внучку написать. Она несовершеннолетняя. Как вы верифицировали эти акции? Вы верифицировали их на внучку? Я думаю, что нет. Поэтому разберитесь, пожалуйста, с этим вопросом. Кто там это писал? Сейчас я посмотрю. Это писала мне Зинаида. Разберитесь с этим вопросом, пожалуйста, Зинаида. Тут что-то вы не так мне говорите, потому что я не вижу здесь возможности, чтобы вы на дочке. Да вы, может быть, думали, что вы на нее записали, но паспорта вы не ее показывали там, скажем так. И кого вы вообще в регистр занесли? И занесли ли эти акции вообще в реестр? Или вы подарок передарили? Если это вам подарок за этот самый инвестиционный пакет, на бумаге можете тогда что угодно писать. Они сегодня и вам не принадлежат. Вам принадлежит право воспользоваться подарком, который вам компания выдает, если вы им еще не воспользовались. Оформленная внучку. Сертификат какой-то? Нет, а какой сертификат соформленная внучка? А акции на кого оформлены? И что это за сертификат? Если мы в 2014 году с Риги сделали, то этих сертификатов можно написать сколько угодно, я извиняюсь. Понимаете? На кого угодно, но это не легитимно, это не совсем законно, понимаете? Нет такого права, тогда не было его. Пакета такого не было. А, это в корневую? А паспорт матери? Ну, значит, матери поднадлежит. И она будет получать эти дивиденды. И все. А сертификат просто как игрушку оформлены на дочь. Что не совсем, если юридически придираться, то не совсем корректно. Насколько я понимаю. У меня тоже удивляюсь, как на внучку, так заполнять надо. Ну вот там. Правильно-правильно. Абсолютно правильно, Юрий. Значит, тут есть вопросы. Так, что-то там еще были вопросы? Сейчас посмотрим. Так. Я по звуку. А, там по звуку было. Так. Все. Ясно. Так. Разговор был, но оформлено на маму, ребенка или отца. Ну, ясно. В общем, разберитесь, пожалуйста, там, Линаидова. Хорошо? Дальше, друзья. Это ответил. Как действовать родственникам инвестора, лучше его смерти? Ну, это такой печальный случай. Ну, жизнь и жизнь, дорогие друзья. Поэтому... А, и написано еще было, что нотариальное завещание отсутствует. Да. Если нотариального завещания нет, существует так называемый закон, значит, вечного права. Если быть формалистом. Фактически существует закон в каждой стране, они практически есть, они по-разному называются, но в среднем это называется закон вечного права. Насколько я это помню, знаю. Вот. И по моей информации, и вообще юристы считают, нотариусу, что родственникам инвесторов лучше его смерти. Знают они или не знают этого. Значит, тем фактически будет выявляться... То есть процедура такая, скажем так, не буду вам заморачивать головы, процедура такая, когда человек уходит на верной, то все имущественные требования к нему... У него больше нет никаких обязательств, вернее, у него это может быть и остались, а вернее, у него никаких требований нет, пардон. Поэтому, если у кого-то есть к нему требования, то они обращаются к нотариусу или же в суд. Если нотариус... То есть нотариус, скажем так, он предусматривает шестимесячный период, в течение которого выясняется, что у человека есть, что ему принадлежало, проявляются все наследники разных степеней, вот, и выясняется право их, как бы, владения будущим или вхождение в свои наследственные права. Но надо иметь в виду, что... Ну ладно, не буду я туда дальше уходить. Значит, что касается акций, то по ним просто тогда надо предъявить свои права и получить эти акции по так называемому по наследству. Там начинает наследственное право тогда владение через наследство, наследование имущества. Нотариус это знает. Значит, поэтому вот какова ситуация. Есть ли еще вопросы? Да, обычно, правильно, Юра, обычно наследование имущества. Владимир, у меня тоже есть очень пожилые акционеры и сейчас уже в коме. Да, если в коме, то уже в коме. Процесс уже идет, дорогие друзья, так, как он идет, Светлана, к сожалению. Здесь жизнь. Вот, и зачастую мы не думаем об этом, но по крайней мере в обществе придуманы или продуманы целый ряд процедур, которые позволяют, скажем так, разобраться, когда что-то свершается. Наследования нет, ничего страшного, что наследования нет, пойдет процедура, то есть обратитесь, или те, кто, ну, как бы, правонаследники обратятся к юристам, и они вам объяснят, и они им объяснят, как это все делается, потому что все зависит от того, где они находятся, есть некоторые различия процедуры в зависимости от того, в какой юридикции люди живут или находятся и так далее. А почему он не берет? Если пока человек в коме, конечно, правильно делает, что не берет, пардон, может быть, он выйдет из кома, человек, но надо его хоронить раньше времени. Поэтому для нотариуса основанием является свидетельство о смерти человека. Дай Бог ему здоровья, пока он жив. Так как фактически акции не действуют. Но, знаете, что такое не действует? И откуда нотариус знает, действуют они или не действуют? Есть акционерное общество, есть акции, и поэтому нотариус что-то не то говорит вам или тому, кто может говорить, понимаете? Вот. Или что-то нотариусу не то сказанное. Поэтому там, скорее всего, нотариус не оформлять не берет, потому что человек еще живой, а не потому, что акции не действуют. Вот. Акции действуют, и ничего там пока оформлять. И, скажем так, вопрос в том, что, опять-таки, я вам задам вопрос, а что вы нотариусу показываете? Сертификат, который вам сведлили, или что вы показываете? Или вы показываете сертификат обнесения в реестр акций? Это разные вещи. Правильно, Юра. Если правильно все подать, то правильно и скажем. Поэтому, Света, задайте правильно вопрос, получите правильный ответ. Юра, он уже знает, как делать, и он вам скажет. надо самой все узнать в каждой ситуации в своей истории. Правильно, конечно, в какой-то степени. Поэтому, если есть вопросы, Юрий вам объяснит, потому что здесь могут быть ряд нюансов, от которых это зависит. есть ли еще вопросы, друзья? Тогда давайте немножко так, что надо подать, скажите, какой документ. Я не знаю, какие документы у вас есть. Документ подается, в котором четко написано, четко написано, он от компании, которые, которые, чьи это акции, да, это Евразин, Резер Скайвей, Системс, Должна быть реестровая выписка, полученная официально, где написано, что Иванов, Петров, Сидоров являются владельцем этих акций. Являлся или пока является. Поэтому не спешите, если человек в коме, то пусть процесс идет так, как он идет. И после того, когда человек или не станет, или он очухается, извиняюсь, выйдет из комы, тогда жизнь пойдет дальше. Не выйдет, что-то произойдет, тогда по наследованию представляется, что представляется документ, что ему принадлежало то-то-то-то-то, пожалуйста, внесите это в список имущества этого человека. И в течение шести месяцев будет, опять-таки, нотарию ждать, когда появится притязание на это имущество или на часть имущества или еще на что-то. Порядок такой. Сходите к юристу, он вам объяснит на конкретном месте. Так, теперь немножко еще у нас есть времени. Значит, по седьмому этапу все ясно. Я просто хочу напоследок вам сказать, дорогие друзья, что весь этот разговор сегодня, как я уже объяснял в начале, для чего мы его бери, он достаточно далек от адресных проектов, но тем не менее, адресный проект, так как и технопарк, он идет, он набирает постоянно сил, набирает, постоянную силу набирает наша инвестиционная мощь, потому что у нас уже более чем 70 странах, там к этому можно по-разному относиться, там два негра в какой-то одной стране, но это тоже результат, дорогие друзья. Вчера их не было, а сегодня не есть. Вчера кто-то говорит, что там 25 долларов значит инвестировал, но это 25 долларов, это плюс, это 25 долларов из 15 миллионов долларов, дорогие друзья. Поэтому это результат, понимаете? И инвестиции по бизнес-плану должно быть 15 миллионов. Да, может быть ситуация, что завтра пойдет только с 5 миллионов еще, и у нас уменьшится нагрузка. вполне возможно. Но ради этого надо как бы иметь, родить, надо этим заниматься, надо передавать информацию. Поймите меня правильно, не призываю вас сейчас последнее отрывать от души, от тела, от семьи, от детей, там не важно от кого, и нести это все на алтарь и проект. Нет, ни в коем случае. Я призываю вас к тому, что познавайте, набирайтесь информации и передавайте эту информацию. Умные люди понимают, кто может быть не слишком отягощен, поймутся со временем, у кого-то нет времени, пару дней назад женщины Владимир Марков ну как они не понимают, ну вот я хочу, я говорю, это вы хотите, они хотят, она как задумывалась, наверное, не хотят. Я говорю, а может быть, они просто неправильную информацию донесли. Ведь вспомните, что я все время повторяю, когда мы приходим с моделью, дай мне, а это дай мне, слушай, возьми этот пакет, давай подпишись, это дай мне, или мы приходим с моделью, слушай, есть интересная информация, вот кто-то там сделал, или я сделал, и так смотрю, что надо с тобой поделиться этой информацией, может быть, она тебя заинтересует. Ведь это такая хорошая возможность обеспечить себе определенные тылы, сделать инвестицию. Риски есть, но риски такие, как и везде, и риски становятся больше временными, нежели материальными. И тем не менее, мы поддерживаем еще, кроме всего прочего, зеленое движение, экологический транспорт нового поколения. Во благо, это все во благо. И есть возможность создать себе инвестиционный потенциал поступления пассивных доходов. То есть, не надо будет лотаться с лопатой, хотя это полезно для здоровья, но тем не менее, какой-то задел будет создан, он обеспечен только для того, что его можно потом просто передать внукам, тому, кому больше нужно. Долю, что-то еще, и что-то еще. То есть, вы создаете определенную финансовую независимость для себя, стабильность, а это и есть элементы процветания, дорогие друзья. Поэтому подключайтесь, кто еще не сильно подключился, работайте с этим, не огорчайтесь, когда люди не понимают. Такой убит, ничего страшного. И будем идти дальше. Здесь я еще раз повторю, на что идет, но идут эти деньги, это все ясно, здесь ничего сильно говорит, так, ага, я сейчас разговорился, пардон, себя заслушался, а вас не вижу, извиняюсь. Сейчас я посмотрю. Почему СВИК? Можно было в корневой компании? Не знаю, давайте дискуссию сейчас не вести, там СВИК, не СВИК, только на владельце кабинета. Вот этот кабинет есть, акции и на детей, и на внучку. После перехода в акционерное общество уже стали оформлять только на владельце кабинета. Ну, в принципе, да, как будет поступать, как будут подступать, так и будут, на владельце акций, не на владельце кабинета, а что там оформили? На владельце акций. Если оформили на дочку, которой 4 года, то это юридически неправильно, надо тогда посмотреть, чтобы это было юридически правильно. Посоветуйтесь той компании с юристом, которые это сделали, СВИК ли это, Кэпитал ли это, или РСВИК ли это. Понятно, да? Дождемся, дождемся, правильно, кабинет, будут поступать дивиденды. Будут поступать дивиденды. Дорогие друзья, вы понимаете, этот вопрос тоже, кстати, вот эта наша с вами сейчас передача или обмен информацией, это из серии «Жить здесь и сейчас или торчать в будущем». Я понимаю, что надо понимать, что в будущем будет, но это надо делать здесь и сейчас. То есть, когда я приобретаю, когда я вхожу в это дело, разобраться. Хорошо, что вы сейчас это делаете здесь и сейчас. Разберитесь с этим. Это не жизненно необходимо в частном обновлении. Поставьте себе, что разобраться с тем, как я становлюсь владельцем акций. Является ли моя дочка или там внучка владельцем акций. Когда она ей станет. Поэтому знакомьтесь с тем, что есть сейчас. Почему и был подготовлен этот пакет, чтобы это дело было все законно, правильно. И не было бы вопросов у тех как бы ни у органов, ни у юристов. Ни в будущем никаких вопросов не было. Потому что вы не представляете, который уже во вторую неделю сейчас приходится работать с этими вопросами и кое-что подправлять в документации еще сейчас. Этому невозможно всего проработать было, к сожалению. потому что скажем, ну это очень дорогостоящий процесс. А отток денег от инвестиционных процесса он достаточно такой как бы сдержанный. Все в основном идет на инвестиционный поток. Поэтому проработка ведется и это все будет на уровне подано. Сейчас такая возможность в кабинете есть. Разбирайтесь и мы к этому еще вернемся, дорогие друзья. комментарии еще будут. Будут на следующем вебинаре. Я практически посвящу полностью этим пакетам и этим вопросам еще. Вопросов еще значительно больше. Я только сегодня просто так нащипал оттуда этих вопросов из всего пакета. Давай зимой дождемся. Правильно. Я абсолютно поддерживаю это. Верьте, пожалуйста, написала вам в чат сейчас, что... А, ну хорошо, ладно. Лет через пять будет поступать дивиденды. Сейчас вы начинаете беспокоиться. Да, через пять лет будут поступать, поэтому беспокоиться сильно не надо, но разбираться нужно и нужно, Вячеслав. Поэтому все хорошо. Все хорошо, разбираться нужно. Ничего плохого в этом нет. Хуже, когда я сегодня... Вы понимаете, представьте себе такую картину. Я сегодня сижу, поплевываю потолок, инвестировал, вот, скажем, той же самой внучке, пакет купил и считаю, что внучка владельца значит это самое. Теперь, не дай Бог, что-то случилось и через пять лет выяснять, то есть дивиденды пошли, все зашевелились, а там условия-то совсем другие. Надо переоформлять, надо доказывать что-то, понимаете? Поэтому лучше ничего страшного, надо здесь и сейчас разобраться. Это правильно, это хороший процесс, не следитесь его. Лучше задать тысячу вопросов, глупых вопросов, на первый взгляд. Вопросов вообще не бывает глупых. Задать серию вопросов и в любом случае тогда вы будете умнее, чем вы были вчера или чем было мгновение здесь сейчас, назад, сегодня. Поэтому не стесняйтесь, правильно, задавайте вопросы, на этих вопросах другие тоже учатся, постигают, нюансы, всего досконально не постигнешь, но тем не менее продвинешься и станешь лучше понимать существо, дело. Поэтому ничего страшного. Итак, наше время иссякло. Я благодарю вас за внимание. Вопросы, которые я смотрю, нет, задавайте в чате, я постараюсь по мере возможности вам отвечать. И до следующего вебинара. На следующем вебинаре передайте всем, будет уделено время, очень много, уделено времени детскому пакету, студенту, и еще некоторым вопросом, в особенности будет, поскольку уже подготовлено все по введению так называемой инвестиционного новой модели, о которой я уже вам тут говорил, вот по этой модели, где я становлюсь сразу, где я сразу становлюсь инвестором, без процесса купли-продажи, а через инвестицию и залог. Так, еще раз большое спасибо вам, желаю вам благ, вам, вашим близким, вот, не унывайте, если где погода плохая, где жарко, крепитесь, будет другое время, вот, самое главное, берегите себя и своих близких, строй скорей, спасай планету. Субтитры создавал DimaTorzok